Встречаем начало новой недели вместе! Это передача Утренний Фрэш и я и ведущий Павел Михно. В этом выпуске я расскажу о некоторых культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другой полезной информацией. Традиционно для начала немного о погоде. В первый рабочий день на этой неделе на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов по лесу» пройдет на Гомельщине. 15 августа гостей агрогородка Лясковичи ждет обновленная и насыщенная программа. Ее частью впервые станут концертно-игровая программа «Фолькфест», фестиваль резчиков по дереву, выставка ярмарка ремесленников и мастеров «Роместная слобода» и многое другое. Если позволит погода, фестивальное действие разбавит показательное выступление парашютистов. Своих гостей будут ждать объекты национального парка «Припятский». Особенностью фестиваля в этом году станет Мозорский экономический форум и республиканская универсальная ярмарка «Полесская скармница». Представители сферы обсудят развитие регионального туризма в стране. В продолжение темы в Лясковичах к открытию готовится музей под открытым небом. Впервые он примет гостей 15 августа во время фестиваля «Зов по лесе». Экспозиция предметов жизни и быта населения полесского региона включает несколько локаций. Это тематические площадки, связанные с деятельностью местных жителей, ветряная мельница, обзорная башня и не только. Посетить историко-этнографический комплекс можно будет в любое время года. Вечером 20 августа в музыкальной гостиной пианистки Татьяны Старченко можно будет услышать фортепианную музыку известных композиторов. Она окунет слушателей в мир тонких чувств и переживаний. Фортепианные произведения передадут самые разные оттенки жизни в странах, где творили Бах, Шопен, Моцарт и Шуберт. Концерт пройдет в Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей 20 августа, начало в 19.00. В российском центре науки и культуры в Гомеле продолжает работать выставка «Вальс цветов». На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы. А написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Познакомиться с творчеством ребят можно до 31 августа. К другим интересным новостям. Разработчики WhatsApp внедрили функцию, которая отвечает за проверку информации на достоверность. В основном она предназначена для неоднократно пересланных сообщений. После обновления приложения рядом с таким постом появится поисковой значок в виде лупы. Если его активировать, появится возможность оценить достоверность информации. Также пользователь сможет найти похожие новости и альтернативные источники на интересуемую тему. Пока обновление доступно ограниченному числу пользователей. Станет ли новая функция популярной, покажет время. Если вам доводилось топить свой телефон или выливать на него воду, то вы наверняка слышали народные советы, в которых предлагается использовать фен, рис или сахар. Мастера по ремонту гаджетов дают главную рекомендацию. Нужно сразу выключить устройство и хорошенько его потрясти, чтобы извлечь максимум воды. Но, конечно, всю влагу так не удалить, поэтому далее можно использовать фен. Делать это нужно очень осторожно, чтобы горячий воздух не расплавил контакты и пластиковые части устройства. А вот прибегать к экспериментам с сушкой телефона в контейнере с рисом или сахаром специалисты не советуют. А эта информация будет особенно интересна владельцам кошек. Не секрет, что эти питомцы любят портить мебель. Для них это один из способов точить когти. Но это не означает, что бороться с этим бессмысленно. При грамотном подходе от этой привычки животное можно отучить. Для этого понадобится прежде всего приобрести когтеточку. Затем накрыть мебель чем-нибудь гладким и скользящим. Потому что такое покрытие у кошки не вызывает никакого интереса. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос» адвокат Оксана Старовойтова расскажет об определении места жительства детей и об установлении порядка участия в воспитании ребенка отдельно проживающего родителя. Не переключайтесь. В настоящее время супруги очень часто обращаются для определения порядка общения, а также места жительства детей. Место жительства детей обычно определяется, когда супруги расторгают брак и начинают проживать раздельно. В статье 74 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье предусмотрено, что место жительства ребенка определяется по месту жительства его родителей. В случае раздельного проживания родителей место жительства ребенка определяется по соглашению между ними. Оно может быть как письменное, так и устное. Также место жительства ребенка можно определить и при заключении брачного договора, или соглашении о детях. В случае недостижения консенсуса данный вопрос можно передать на рассмотрение в суд, то есть подать иск в определении места жительства ребенка. И суд при учете определенных обстоятельств, кто из родителей больше уделяет внимание ребенку, кому ребенок больше привязан, с учетом возраста ребенка, материально-бытовых условий, характеристик родителей, характеристик с работой, с места жительства, их материального обеспечения, определит место жительства ребенка. Однако всегда нужно учитывать, что стороны могут быть недовольны данным решением суда. И в данном случае я бы рекомендовала обращаться лучше к медиатору, который поможет разрешить данный спор и будет заключено медиативное соглашение. Кроме того, данное решение, оно не постоянное, то есть можно до достижения ребенком совершеннолетия обратиться в суд при изменении обстоятельств и поменять место жительства ребенка. Что же касается порядка общения, то оно определяется, когда родители не могут договориться, когда отдельно проживающий родитель будет брать ребенка и проводить с ним время. То есть судом определяется длительность встреч, место встреч, а также те дни, когда должно происходить это общение. Но опять же я хочу обратить внимание, что лучше обратиться в добровольном порядке к медиатору и урегулировать данный вопрос. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, и что важно, почти незатратных финансово видов досуга. Я Влад. Сегодня от учебы времени занимаюсь воркаутом. Если коротко, воркаут – это самостоятельные уличные тренировки. Заниматься данным видом спорта я начал совсем недавно, а если бы точно три месяца назад. Почему именно воркаут? Потому что это совершенно бесплатно, и им можно заниматься в любое время. Практически в каждом дворе есть турники и брусья, однако даже в нашем городе есть специальные площадки для занятий данным видом спорта. Такие, как стадион школы номер 45 или центральный пляж. Также есть организации, занимающиеся данным видом спорта. Они проводят соревнования между ребятами. Для того, чтобы привести свою физическую форму в хорошее состояние, необходимо, не нужно тратить деньги, необходимо просто встать с дивана и пойти на турники. Как всегда, новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Новая рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет продуктивно, легко и спокойно. Улыбайтесь людям, и они будут улыбаться вам. Новая рабочая неделя в самом начале.